Добрый день, уважаемые коллеги! Мы сегодня поговорим о вопросах, которые касаются представителей всех структур, собравшихся здесь, имея в виду и федеральное собрание, и контрольные органы, и Центральный банк, правительство, бизнес наш ведущий, в том числе в ключевой нашей отрасли, в нефтянке. Поговорим над тем, как идёт работа над проектом федерального бюджета и внебюджетные фонды на 2016 год. Эта работа выходит сегодня на завершающий этап. В октябре подготовленный законопроект должен быть внесён в Государственную Думу. Сегодня предлагаю расставить акценты бюджетной политики на будущий год, обсудить ключевые развязки. И, конечно, выйти на конкретные решения по основным параметрам федерального бюджета. Прежде чем начнём работу, хотел бы обозначить несколько приоритетных моментов. Первое. Необходимо обеспечить сбалансированность и устойчивость государственных финансов. Существенно снизить зависимость федерального бюджета от нефтяных цен котировок. Планируемый дефицит бюджета на будущий год не должен превышать 3% ВВП. Это один из важнейших ориентиров для правительства в ходе бюджетного процесса. Чтобы выйти на этот уровень, прошу самым внимательным образом посмотреть на доходную часть бюджета, улучшить администрирование, повысить собираемость налогов. При этом напомню, что мы приняли решение не увеличивать налоговую нагрузку на бизнес. Вместе с тем, прошу правительства проработать вопрос направления в бюджет дополнительных доходов, получаемых нашими экспортерами в результате девальвации рубля. Конечно, действовать здесь нужно в высшей степени аккуратно, чтобы не ослабить экономику компаний и экспортеров, сохранить их инвестиционные возможности. Второе. В центре внимания должно быть выполнение правительством социальных обязательств перед населением. Из федерального бюджета должны быть профинансированы наиболее важные задачи в здравоохранении, образовании, науке. Расходы государства на эти цели должны в полной мере отвечать требованиям и запросам со стороны общества. И, конечно, необходимо продолжить работу над повышением эффективности бюджетных расходов на социальную сферу. В этой связи прошу ускорить переход на адресную социальную поддержку наиболее уязвимых категорий наших граждан. Мы об этом говорим на протяжении многих-многих лет. Нужно поддерживать прежде всего тех, кто действительно нуждается в такой помощи в первую очередь. Третье. В текущих условиях особенно важно предусмотреть комплекс мер по преодолению рецессий в экономике, а также сохранить роль федерального бюджета как одного из ведущих инструментов развития. Проекты, финансируемые из бюджета, должны стимулировать экономический рост и частные инвестиции. Прежде всего, речь идёт о программах импортозамещения в промышленности и сельском хозяйстве. Прошу правительства обеспечить ритмичное финансирование по этим направлениям, держать на особом контроле эффективность таких расходов. Кроме того, нужно уделить внимание укреплению экспортного потенциала страны, в том числе рассмотреть возможность декапитализации институтов поддержки экспорта. Четвёртое. В федеральный бюджет должны быть заложены расходы на развитие инфраструктуры. Нужно обеспечить расшивку узких мест на транспорте и в энергетике, снимать ограничения, которые сдерживают предпринимательскую активность. И прежде всего, конечно, речь в данном случае о регионах Российской Федерации. В первую очередь, имею в виду реализацию планов по развитию автодорог, железнодорожной сети, аэропортов и морских портов. И последнее. Важный вопрос, на который я хотел бы обратить внимание, это наращивание кадрового и технологического потенциала национальной экономики. Необходимо создать новые научные заделы и профессиональные компетенции, внедрять в современные системы профессиональных стандартов и повышать качество трудовых ресурсов. Прежде всего, конечно, в инженерной сфере, о чём мы тоже в последнее время часто говорим. Эти подходы отражены и в национальной технологической инициативе, которой занимается правительство. Соответствующие средства также должны быть заложены в федеральный бюджет. А по итогам сегодняшнего обсуждения прошу правительства проработать все высказанные предложения, а также доложить, когда проект федерального бюджета будет готов к внестению в Государственную Думу. Мы знаем с вами, что ситуация в экономике непростая, но она не критическая. Нам нужно принять выверенные, правильные решения, имеющие свою цель укрепление экономического потенциала страны. Для этого у нас всё есть. И от наших решений будет зависеть и дальнейшая наша работа в самой важной сфере ради успехов, в которой мы и работаем, в социальной сфере. Мы должны укреплять экономику и, опираясь на это развитие, решать социальные вопросы.